Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, что произошло с этим двигателем? Ну, этот двигатель в процессе эксплуатации, видимо, выделялся цепь и двигатель поделялся, поделял мощность. Диагностика показала, что нужно менять узел фаза, ну и соответственно цепи на этих моторах, вот рассматривая нагрева, и на выгодных двигателях. Скажите, а для чего так важно правильно выставлять метки фаза ГРМ на этом двигателе? Ну, наверное, в этом двигателе важно представлять метки газового отделения, иначе мотор просто не поедет, и, ну, старые моторы, как мы так говорили, смогли бы ехать при неправильном использовании фаза, а новые моторы, ну, электроника просто не даст нормально работать. Скажите, Александр, а как сейчас к вам в сервис попадает автомобиль с подобными неправностями? Ну, современные автомобили достаточно часто имеют такие неисправности, в общем-то, часто-часто. Узлы поворотного республика, и все эти, не на них. Александр, расскажите, пожалуйста, про комплектацию набора АТА 05-54Б, и какие пиксаторы для чего используются? В этот набор входят два приспособления. Вот это приспособление предназначено для установки конкретных валов по меткам. А это приспособление предназначено для замены цепи. АТА 05-54Б, и это приспособление держит цепь, предохраняет ее от соскальзывания и выпадения от мотора при замене цепи. Александр, покажите, пожалуйста, как правильно устанавливать пиксатор на этот двигатель? И при установке пиксаторов, расскажите, пожалуйста, куда и зачем вы их ставите? Пиксатор ставится в выемке постелок наших валов. Поскольку пиксаторов у нас достаточно достаточно, достаточно совсем новый, поэтому можно немножко подавать и с вами цепи. Можно использовать, знаете, молоток, чтобы его сверкать. Сюда затручиваются болты и крепления крышки. До конца закручиваем, потом отключаем. Эту штуку мы сейчас ставить не будем, поскольку для этого нам нужно будет снять пластиковые ограничители. Ну, стали сомневаться. Ну, данное приспособление дает нам возможность определить причины и странности. Если пришлось залога о совпадении этих округлов, это приспособление позволяет уточнить, что по металлическому качеству позволяет у нас все станет правильно, что и не правильно. Значит, если происходят какие-то залога, то надо уже смотреть на датчики, например, и выделять. Ну, становится делать диагноз, углублажный диагноз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...